Подошел какой-то ребенок и сказал, можно я воспитываю, потому что я думал, что все писатели уже умерли. Вот у меня вот тоже есть теперь какая-то подобная история. Мечты алтайских литераторов о знакомстве с читателями воплотили в жизнь два проекта. Телеканал «Толк» снял театрализованные видеоролики по произведениям. Это проект «Живая детская книга Алтая» – грант президентского фонда поддержки культурных инициатив. Проект мы закладывали возможность передать культурный код Малой Родины. Поэтому мы приглашали алтайских авторов и смотрели на их произведения, на то, как они помогают показать алтайский край. Результаты работы над видео по произведениям представили педагогическому сообществу в библиотеке имени Корнея Чуковского. Дети смогут хотя бы вот таким вот виртуальным образом, но прикоснуться к нашим замечательным личностям. Заинтересованные в твоей судьбе люди, они обязательно встретятся, если ты делаешь добрые дела. Ты обязательно найдешь себе сообщников, которые помогут, в трудный момент поддержат. Вот этому учат сказки. Мы говорили о героях с ребятишками, и я, пожалуйста, говорю, у меня отрицательные персонажи плохо получаются. И мальчик встает и говорит, вы ко мне потом подойдите, я вас на учу. Видеопроекта «Живая детская книга Алтая» не только интересны детям. Их смогут использовать педагоги в школах и воспитатели в детских садах во время обычных занятий. Сейчас ребятки век цифровых технологий, очень привязаны к компьютерам, телефонам, телевизорам, да. И стали реже, конечно, обращаться к книгам. Выступление с картинкой становится интереснее, чем просто речь, признаются и сами авторы. Я вижу, что встречи стали гораздо веселее, когда мы показываем ролики, и проще сделать интерактив какой-то потом. В прошлом году на встречах в библиотеках края детям показывали видеобиографии портрет писателя, который тоже снимал толк. Этот проект реализован на средства губернаторского гранта. А живые встречи, хоть и дают вдохновение творцам, это тоже труд. Даже в начале 90-х писатели выступали за гонорары. Это нормально было абсолютно, причем по краю. Было бюро пропаганда художественной литературы. А сейчас не всегда удается. Вот эта вот ваша работа, вот этот проект, он как раз немножко замещает. Благодаря проектам дети, надеются сотрудники библиотек края, будут знать имена талантливых современников и земляков. А вместе с этим подрастающее поколение потянется к родному и прекрасному. И вновь начнет читать книги. Экранизированное творчество алтайских писателей ищите на сайте Толка. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.